Мы сейчас находимся на участке Белл-Паркве, это дорога, которая огибает Бруклин, со стороны Манхэттена. Вот так выглядит рабочая магистраль Бруклина, окружная дорога, в будний день. За счет достаточной ширины, хоть тут скорость 30 милов в час, а меньше 60-ти никто не идет. С этой дороги есть 3 варианта попасть, 4 варианта попасть в Манхэттен. Один вариант это туннель, идет из Бруклина в нижнюю часть Манхэттена, в таунтаун. Затем идет Бруклин-бридж, затем Манхэттен-бридж, Вильямсбург-бридж и Квинсбор-бридж. Это бридж, который идет из Квинса в Манхэттен. Все остальные мосты, те что я назвал раньше, идут из Бруклина. Вот так выглядит слияние двух рек, Хатсон-Ривер и Ист-Ривер. То есть это гавань, практически это гавань Манхэттена, гавань Нью-Йорка, куда приходят корабли. С правой стороны от нас мы сейчас увидим уже Стейтен-Айленд. Впереди нас Стейтен-Айленд через реку. Дороги, конечно, здесь прекрасные. Впереди мы видим сейчас Верезана-бридж. Из Бруклина, Стейтен-Айленд. Это самый красивый бридж Нью-Йорка. Он напоминает Южный, он напоминает Московский мост в Киеве. С той лишь разницей, что он намного больше. И он имеет два яруса, два уровня. Один уровень, нижний, используется для тех, кто живет в Стейтен-Айленде. С него более удобно попасть. В Стейтен-Айленд. А верхний левел в основном используется для транзитного движения. То есть для тех, кто, например, пересекает Стейтен-Айленд, чтобы попасть в Нью-Джерси. Так как с другой стороны Стейтен-Айленда есть других несколько мостов, чтобы попасть в Нью-Джерси. Вот такой у нас бридж. Это канатный мост. Собственно, в основном мосты в Нью-Йорке канатные. Но это один из самых красивых. Ночью он светится голубыми огнями. За мостом это уже открытый океан. До этого это слияние двух рек, а за мостом это уже открытый океан. Вдоль всего этого пути, вдоль которого мы едем, вдоль бэлта, идет набережная. Так как этот бэлт соединяет много разных микрорайонов Бруклина. Вот такие развязки. Ну вот тут стоят обычно корабли, которые ждут разрешения зайти в Корс. Субтитры сделал DimaTorzok